МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Игра у нас будет православная, будут играть участники международного турнира «Фавор». Ну, а сейчас слева от меня вот те мрачные-мрачные, веселые-веселые, уже немножко улыбаются, серьезные, очень-таки солидные ребята, потому что, ну, гомельский государственный областной лицей. Ксения Митина, капитан. Справа от меня в красных шарфах Игорь Головнев, такой тоже очень серьезный капитан, который привел сегодня команду гимназии номер 46. Это гимназия не просто гимназия, а гимназии имени Блеза, нашего товарища Паскаля. Вот, прошу любить и жаловать. Ну что ж, весенняя игра. Добрая, веселая. Как один из наших игроков говорит, ребята, всего лишь шоу. Расслабьтесь, хорошо? Начинаем мы с блеф игры, с пробы сил, с пробы интуиции. Тема ее, ну, то, без чего нет интернета. Поговорим о котиках. Ксения, кто у вас готов оттачивать интуицию на котиках? Яна. Яна очень любит котиков, понятно. Кто любит котиков в гимназии имени Блеза Паскаля? Таня. Таня. Итак, Яна против Тани. Мяу. Прекрасно. Цена правильного ответа – 5 очков. Верите ли вы, что первая выставка кошек была организована уже в 17 веке? Прошу вас. Нет. Нет, конечно. Только в 1871 году стали так любить кошек. Вы правы, первые 5 очков на вашем счету. Верите ли вы, что сердце кошки бьется в два раза быстрее, чем человеческое? Да. Да. Да, вот такая вот научная истина, вот такая быстро бьющееся сердце у кошки. Играем. Верите ли вы, что домашняя кошка может развивать скорость до 80 км в час? Нет. Нет, около 50 и то рывками. Да, вот такие у нас не очень скоростные кошки. Играем. Верите ли вы, что кошки не воспринимают сладкий вкус вообще? Да, верю. Да, они не понимают, что такое сладкое. И, допустим, когда ей даешь шоколадку, она тащится от орешков и какао, но сладкий вкус она не чувствует. Играем. Верите ли вы, что самая большая кошка в природе – это лев? Нет. Самая большая кошка в природе – это амурский тигр. Вы правы. И отлично сыграла гимназия Близо Паскаля. Счет 25 в пользу питомцев Паскаля. Хороший задел сделали питомцы 46-й гимназии, но вот областной лицей тоже не лыгомшит. Сейчас я прочту темы наших боев. Пять боев, пять игроков, пять очных поединков. Ну, у вас будет пять секунд, чтобы решить, кто какую тему на себя готов взять. Ксения, Игорь, внимание. Тема будет следующая. Цветы, пестрый мир, буквосочетание или матрица рак. Тема «Говорят» и «Религии мира». Ну, все-таки следующая у нас православная христианская игра. Итак, у вас пять секунд. Пошло время. Итак, Ксения Митина, капитан синих, областной лицей. Кто у вас пойдет с цветами? Пойдет Саша. Саша, великолепно. 46-я, Головнев. Пойду я. Итак, Саша против Игоря. Вперед! Итак, молодой человек, девушка и цветы. Начнем. Если верить Наташи Королевой, эти желтые цветы – вестники разлуки. Прошу. Тюльпаны. Вы еще помните эту песню? Желтые тюльпаны. Пять очков. Хорошо, играем. Это и цветок, и певица, и принцесса. Ничего, Аладдина не смотрели. Да. Джасмин. Джасмин, да. И цветок, и певица российская, и героиня мультика про Аладдина. Цветок этого растения существует только в сказках. Ну, зато какой там цветок в ночи. За ним идут в лес, да? Цветок папоротников. Да, браво, это отлично, дед. Это и цветок, и название салата из рыбы, яиц и сыра. Тертыми яйцами посыпается. Такой желтенький-желтенький салатик. Да. Мимоза. Мимоза, да, конечно же. Ай, Александра, не готовите вы мимозу, явно только винегрет. Или оливье, или стрюфелей, может быть. Играем. Эти цветы, вырастающие на кладбище, считаются обращением умерших к живым с просьбой. Не забывайте нас. Да. Не забудки. Браво! И после первого боя, 35-15, впереди гимназия имени Блеза Паскаля. Следующий бой. Итак, второй бой у нас пестрый мир. Разнообразие цветов, разнообразие оттенков. Ксения, кто готов? Пойдет Иван. Иван, готовьтесь. Пойдет Вера. Не успел спросить, а уже мне сказали. Итак, Иван против Веры. Вперед! Сборная Голландии по футболу. Вера, чисто для вас вопрос. Обычно выступает в форме этого цвета. Да. Синего. Нет, синего, это немножко не то. Это сквадра отзора, это команда другой страны. Прошу вас, Иван. Пускай будет красная. Нет, оранжевый на самом деле. Оранжевый, теперь вы это знаете. Играем дальше. Как говорится, чулок этого цвета у женщин, которые всецело поглощены наукой. Фальстарт у вас, Вера. За этим очень строго следит в нашей электронной суде. Иван, у вас шанс. А мой ответ это желтый. Желтого. То есть, а ученый же считает, ой, желтый чулок пошел. Синий чулок, обычно говорят. Играем. Таким выдался четверг 24 октября 1929 года на Уолл-стрит. Да. Черным. Черный четверг – это начало большого кризиса, большой великой депрессии в США. Вы правы, играем. Внимание. Костел на площади независимости в Минске называют еще и так. Фальстарт у вас. Вера, у Ивана шанс. Я думаю, это красный. Красный костел, червонный костел. Костел Симона и Алины Дореши. Играем. Этого цвета десятый студийный альбом группы Битлз. Фальстарт, Ваня. Вы забыли о том, что он существует. Вера, у вас есть шанс. Предположу, что он оранжевый. Оранжевый – это форма у голландской сборной. А на самом деле это знаменитый белый альбом Битлз. После второго боя, после пестрого мира, 40-20, впереди гимназия. Играем. Итак, лицей против гимназии. Пришло время матричного, так называемого, боя. Это означает, что в правильном ответе должно быть именно такое буквосочетание. Ксения. Яна. Яна. Это ее второй и последний выход. У нас больше двух раз к стойке не выходят. Игорь Головнев, гимназия. Андрей. Андрей, так, Яна против Андрея. Вперед! Итак, внимание, буквосочетание «рак» в ответе. Беларус – это он. Ну, беларус. Трактор. Трактор – это правильный ответ. Между львом и близнецами этот знак. Да. Рак. Рак, конечно же, все просто. А вот полная темнота – это он. Фальстарт. Фальстарт. Хотя там нет буквосочетания «рак», но тем не менее. Прошу вас, Яна. Мрак. Мрак, браво! По одной из версий, в сказках и легендах они остались, как воспоминания о летающих динозаврах. Прошу. Тишина в зале. Три, две, одна. Яна. Ну? Ракушки. Летающий динозавр похож на ракушку. Понятно. А я думал, что он на дракона похож. Тем не менее, играем дальше. Это и временное жилье, и имя американского экс-президента. Фальстарт. Прошу вас. Тшшш. Вот так. Восемь лет мужик работал, 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 и через два месяца уже никто его вообще не помнит. Как говорят латиния, сектрадит Глория Мунди. Так проходит мирская слава. Вот так, товарищ Барак Обама. Мы вас уже не помним. До свидания. После третьего боя, 45-30, разрыв чуть-чуть сократился, но тем не менее, гимназия имени Блеза Паскаля впереди. Играем дальше. Итак, внимание. Итак, внимание. Четвертый бой. Тема «Говорят». Несчерпаемая тема. Прошу вас, Ксения. Иду я. Великолепно. Я болею за вас и только за вас, Ксения. Кого отправляет в бой Игорь Головнев? Татьяна. Итак, Ксения против Татьяны. Вперед! Так. Ксения с таким хорошим настроем вышла, как Домрачева к мишеням. Сейчас полетят осколки и пойдут плачки по заколочкам. Татьяна тоже так приготовилась. Играем. Говорят. На этом официальном языке Австрии говорит большинство австрийцев. Фальстарт. Есть такой язык. Прошу вас. На английском. В Австрии, не пытаясь никогда на английском там говорить. Хохдойч, немецкий язык. Играем. Говорят, что доносчику полагается именно такой по счету кнут. Прошу. По счету. Три, две, одна. Прошу вас. Второй. Да нет, доносчику первый кнут. Смысл этой пословицы в том, что тот, кто ябедничает, получает первым по заслугам. Играем. Их немота вошла в поговорку. Но это неправда. В своей среде они прекрасно говорят друг с другом. Да. Немецкий язык. Немецкий язык. То есть немцы вошли в поговорку. Логично, но это неправильно. Прошу вас. Ксения. В своей среде они прекрасно общаются. Рыбы. Браво! Говорят, нем как рыба. Но под водой они прекрасно трещат, болтают, общаются по полной программе. Только мы их не слышим. Играем. В иронической присказке говорят, что их даят. Да. Кур. Говорят, что кур даят. А поехал. За молоком обозвали дураком. Играем дальше. Музыкальная заставка к телепередаче «Что, где, когда» – это увертюра из симфонической поэмы Рихарда Штрауса «Так говорил он». Да. Не мой. Не ваш, точно. Татьяна. Ах, уважаемые знадоки. Попросите своих тренеров поставить вам эту замечательную музыку, которая звучит в начале каждой передачи «Что, где, когда». Так говорил Заратустра. Теперь вы это знаете. Следующий бой. Как бы там ни было, но перед пятым боем дуэль игры. 40-45. Всего пять очков разделяет областной лицей и гимназии имени Блеза Паскаля. Для религии мира вот так мы намекаем, что следующая игра у нас будет фаворская, христианская, православная. Кто готов сразиться на этом поле с соперником? Ксения? Егор. Егор, прекрасно. У Игоря. Пойдет Даниил. Итак, Егор против Даниила. Вперед! Понят. Одну из древнейших религий мира основал принц Сиддхартха, получивший имя... Да. Будда. Великолепно. С вечера 27 ноября по 5 декабря они во всем мире таки отмечают Хануку. Да. Это... Это иудаизм. Кто-кто? Ну, евреи. Евреи и иудеи. Отлично, молодец. Сунниты и шииты – это два течения этой религии. Ислам. Великолепный ответ. Это христианская конфессия берет начало времена реформации. Да. Протестантизм. Великолепно. Браво. После происшедшего в 1054 году раскола это название закрепилось за Восточной церковью. Да. Православная. Великолепно. Западная. Католическая, Восточная, Православная. И Егор сравнивает счет 55-55. Тест игра. Тест игра наше скоростное централизованное тестирование. Это храмы. Не только православные. Сразу говорю, Ксения, кто готов? Пойдет Александра. Александра. Саша, приготовьтесь. И кого отправляет в бой Игорь Головнев? Даниил. Даниил. Да, это мощное оружие гимназии в Непаскале. Итак, Саша против Дани. Вперед. Напоминаю, нужно выжать кнопку без фальстарта и назвать правильный вариант ответа. А, Б или Ц. Главный храм древних Афин Парфенон был посвящен А. Афине, Б. Артемиде, Ц. Афродите. 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 Я не согласен. С вами у Саши есть шанс. Вариант А. Афине вы считаете. Ну, девушки, главный храм столицы, Афин. Ну, какой еще богиня, кроме Афины, он может быть посвящен корректу? Пять очков заработал на подборе Александра. Играем дальше. Храм Христа Спасителя в Москве в 1931 году был А. Разобран, Б. Взорван, Ц. Сожжен. Прошу. Я думаю, А. А. Разобран. Вы не правы, я объясню, почему вы еще не правы. Александра. Ц. Сожжен. Ц. Сожжен. Нет, его взорвали, потом еще полтора года разбирали. Причем не один взрыв, по-настоящему прочно строили наши предки. Играем. В названиях православных храмов, посвященных премудрости Божией, фигурирует женское имя А. Мария, Б. Анна, Ц. София. Ц. София. София, премудрости Божией. София, это и есть премудрость. Браво! Архитектор Гауди погиб в 1926. А вот храм, построенный по его проекту, папа осветил только. А. В 1949-м, Б. В 1985-м и Ц. В 2010-м. Папа Бенедикт именно в начале 21-го века. Это сделал, браво! 10 очков, Саша! Блестящая игра. Единственный мусульманский храм в мире, в котором нет михраба, специально ориентированной молельной ниши, находится А. В Мекке, Б. В Медине, Ц. В Дамаске. Да. Ответ Б. Ответ Б. В Медине. Александр, у вас есть шанс на подборе. Ответ С. В Дамаске. Ребятушки, михрабы, молельные ниши, ориентированы так, чтобы молящиеся знали, в какой стороне Мекка. Они обращены на Мекку. Ну, а зачем в Мекке ниша, обращенная на Мекку? Речь идет именно о Мекке, о центре, духовном центре ислама. Вот теперь вы это знаете. Саша, а вы знаете, что вы сыграли не просто блестящее, а супер блестящее? 80-55 областных лицей впереди! Итак, внимание, слайд-игра. Мы пробовали ваши знания в истории, в христианстве, может быть, в культуре, ну и во множестве-множестве вещей, заряженных в наши темы, в наши бои. А вот теперь попробуем ваше знание, ваше ведание матчаной мовы. Тем более слайд-игра у нас будет чисто белорусской. Ксения, кто добра, Волода? Я. Я. Добра. Калиласка, Игорь. Андрей. Ксения Супрать Андрея. На первое! Таким чином, таким чином натискать ни на что не треба. Робим так. Глядите, ось, сюды, на гэтый экранчик. Заявляется малюночек, заявляется литарка. И вы на чистой белорусской мове у микрофон кажете, что же перед собой бачите. Зразумело. Зразумело. Починаем с той команды, якая пермагая зараз. Ксения, починаем с вас. Литара А. Что вы бачите? По-белорусску, клядь, ласка, у микрофон. Не? Не? Не, может, вы? Литша. Облитша. Облитша. Литша. Десять очков на подборе. Великолепно. Уля Андрея. То, что у банцы. Три, две, одна. Ксения, глядя. Да, розовик. Да, розовик, так. По десять очков отрымали на подборы. Або два. Уля Андрея. Ксения. Ветшера. Ветшера. Пятнадцать. Что, короче, по-русски ужин. Ну, а вот у нас красиво. Ветшера. Уля Андрея. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Пускай будут губы. Губы? Да я же показываю сюда. Калиласка, Ксения. Не ведаю. Не ведаю? А жвальную гумку вы ведаете? АПЛОДИСМЕНТЫ Гумка это! Гумка! Не плюете, куда попало. Так, Калиласка. АПЛОДИСМЕНТЫ Диван. Диван, ковер, так. АПЛОДИСМЕНТЫ Пятнадцать. Калиласку гуляем с вами. АПЛОДИСМЕНТЫ Что же это таки музычный инструмент? Не. Ксения, может, вы ведаете? Так, жалостно, жалостно я на жалеечка гэта, жалейка гвоздь. Зараз вы ведаете, что гэта такое. Гуляем с Ксенией. Калиласка. Зяблик. Зяблик! Некий-таки Могутный зяблик. Калиласка. Зязюля. Зязюля, кукушка! Действительно, шкова на подборы. Калиласка. Гуляем с вами далее. Куфор. Куфор, так. Восемь-таки. Сиденья, Калиласка. Лялька. Лялька, так. И опошний шанс. Музыка. Так, музыкант, музыка. Калиласка. Добренька. Ксения. Сто тридцать пять. Сто пять. Областный лицей. На первой. Гуляем-гуляем. Итак, риск-игра. Самая опасная, самая яркая, самая, как из ее названия, рискованная. Плюс 20 очков за правильный дед, минус 20 за ошибку. Единственная игра со штрафом в нашей руде пятерки. Ксения, самый мощный игрок. Кто? Пойдет Егор. Егор, мы в вас верим. Игорь Головнев. Пойду я. Итак, Егор против Игоря. Вперед! Областный лицей против гимназии имени Блеза Паскаля. Итак, внимание. А риск-игра. Темы повторяют нашей игры дуэльной. Поехали. Цветы. Цена на луковицы этих цветов в Голландии в свое время доходила до тысяч золотых флоринов. Тишина. 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 Что за голландские такие цветы в луковице? Это тюльпаны. Когда-то на бирже их продавали за бешеные деньги совершенно. Играем. Я понимаю, Егору опасно рисковать. Играем. Пестрый мир. К нему ходил пушкинский старик, чтобы донести до золотой рыбки очередную просьбу. К черному морю. К черному морю минус 20 очков. Тишина. Игорь, будете отвечать? Нет. Не будете. Жил старик со своей старухой возле самого синего моря. 115-105. Играем дальше. Сочетание рак. Она, как известно, это дом для рака-ошельника. Да. Ракушка. Ракушка или раковина, вы правы. АПЛОДИСМЕНТЫ Вернули свои 135. Говорят. Салон, мудрец и философ, говорил. С царями или не стоит вовсе разговаривать, или надо говорить им только ее. Тишина. Очень все решительно и рискованно. Игорь, не будете. Говорить им только правду. Царям нужно говорить в лицо правду. И последний вопрос. Религии мира. Добром нужно отвечать на добро. А на зло нужно отвечать справедливостью. Это изречение основателя одного из трех главных религиозных течений Китая. Учителя Куна. Мы знаем этого учителя Куна как... А, собственно... А, Игорь, прошу. Конфуций. Конфуций, да. АПЛОДИСМЕНТЫ И что бы вы ни ответили, но счет-то уже не сможет перепрыгнуть через ту планку, которая вообще дрожит над головой Егора. Сто тридцать пять, сто двадцать пять. Победа от нас на улице. И так, сувениры от телерадиокомпании Гумель. Дипломы. Да, грустно, конечно. Игра равная. Так лихо начала гимназия имени Блеза Паскаля. Так красиво играла. Но Александра и Ксения сумели переломить ход игры, как выражаются спортивные комментаторы. Ну, а Егор, что называется, забил последний гол. Браво, браво, браво. Я поздравляю областную лицей и напоминаю, что вот буквально в следующей нашей встрече вы видите участников супер-турнира «Фавор». Это турнир знатоков православной и христианской культуры, который состоится у нас в Гумельском городском областном творчестве детей и молодежи при поддержке Гумельской епархии. А я с удовольствием благодарю телерадиокомпанию «Гумель» и «Гумельский областный полком» за то, что они поддерживают, поддерживают и продолжают поддерживать нашу уникальную телекторину для школьников. Ну, а школьники смотрят и говорят, ага, смотрим пятерку, получаем десятки, играем! Субтитры подогнал «Симон»!